Всем пламенный привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня вас ожидает новое видео о моих покупках из магазина Second Hand, а также в конце обязательный конкурс. Начать бы я хотелось вот такого вот классного свитера, который одет на мне. Во-первых, первое, что бросается в глаза, это его цвет. Он такой красно-морковный, яркий, необычный. И второе, это его крой. Конечно же, рукава. Тут нельзя не обратить внимания. Они идут раскрешенные, слегка удлиненные, с таким необработанным краем по кантовке. И самое классное, это рюшики, вот такие вот валанчики, которые просто восхитительно смотрятся. Я ношу его вместе с таким вот украшением, которое классно подчеркивает на линию талии. Потому что если одевать, ну, в принципе, можно его одевать просто как самостоятельная вещь, без декора. Тогда оно будет в таком объемном стиле. В нем тепло. Но, единственное, меня не устраивает то, что фирма F&F, которая производила этот свитерс, делала его не из натуральных тканей, это полиэстер и акрил. И поэтому в нем иногда бывает жарковато, даже чрезмерно, как и сейчас, например, мне. Но я прощаю такую оплошность ввиду цвета и фасона. Следующая вещь, которую я купила, это вот такая вот базовая, с длинным рукавом футболка от фирмы Levi's. Бирка вот здесь вверху представлена. Сзади на спинке выбита Levi's. Также сзади есть маленькая лейбочка Levi's. Ну, это шикарная вещь, я считаю. Я хочу футболку, когда у тебя будет такая громадная надпись, кричащая с брендом. Но все-таки такая вот спокойная тоже пригодится. И я не могу вам передать качество катона, из которого она выполнена. Просто мягкий, он очень приятный к телу. И сидит она даже так вот симпатично. Данную вещь я специально показываю. Такую вот помятую, страшную, чтобы позлить некоторых моих зрителей, которые любят гадости писать. Я ее купила для того, чтобы использовать для декора. Мне здесь нужна вот эта вот надпись прикольная. И меня абсолютно не смущает, что здесь есть какие-то элементы краски, она испачканная. Там, где меня интересуют слова, все в порядке, все в идеале. В переделке покажу. Мне просто вот хочется донести до людей, до некоторых, не до всех, конечно. У меня есть отдельная категория, которые постоянно мне пишут гадости. Там хлам и прочие вещи я покупаю. Так вот, только показать ним, что из вот такого вот хлама, который действительно выглядело как не респектабельная вещица, можно создать увлекательную, неповторимую, шедевральную. Даже я бы не сказала, что это будет... Не скажу вам, что это будет выглядеть в DIY-ку. Следующая покупка. Это гольфы от Adidas в красном цвете. Могу вам сказать, что сейчас гольфы носят и с босоножками, особенно если у вас есть спортивные босоножки со шлепанцами. Это потрясающе смотрится. Вот эти вот гольфы я купила несколько вариантов. Я оставлю себе, я взяла их на продажу. Поэтому, кому интересно, в шоурум Trendy Forever, ссылка внизу в описании, там они выставлены на продажу. Они потрясающе красивые, и я просто не могу нарадоваться, что они у меня есть. Это мои. Они все новые, но некоторые были без упаковки, некоторые в упаковке. Себе я оставлю, а без упаковки мне вот эти вот бумажки не нужны. Я знаю, что это оригинальная вещь. И вообще, я хотела вам сказать, что покупок было настолько много, что готов. То есть, в ближайшее время будет бунт, просто шквал моих покупок, моих обзоров. В каждом видео я буду стараться делать какие-то конкурсы и подарки разыгрывать. Я поделила видео на категории, то есть, будут и вещи, и для декора покупки, а также будет моя обувь. О, боже мой, я такое купила, просто вы не можете себе представить. Следующая покупка, это вот такая вот базовая пудрового цвета Denim курточка. Она в размере представлена даже в сороковом, но она можно и на 36 ее одевать, просто такая вот объемная будет. Куплена для декора. Тоже я ее буду переделывать, перекраивать, и она у меня, не знаю, может быть и не буду. Я еще не решила, как с ней поступить. Просто купила, была хорошая цена. По-моему, я ее взяла в Хумане за 56 гривен. А изначально она была 280, если я не ошибаюсь, просто я сибирки уже послезала, повыбрасывала. Ну, за 50 гривен это отличное, я считаю, вложение. А вот этот вот пиджак, пальто-пиджак, это вообще, это восхитительная вещица. Во-первых, окрас, это вот такая гусиная лапка. Во-вторых, какое классное сочетание пуговиц. Как они идеально расположены. Насколько красивый карман. Насколько вся вот эти вот петельки на отвороте продуманы. Он идет такой вот объемный в плечах, слегка зауженный к низу. Носить я его буду с мамс джинс. Посмотрите, как он классно сочетается с таким вот морковным цветом. Можно, в принципе, накидывать его поверх вот этого вот моего свитера, тоже будет потрясающее. И ботинки, кроссовки. Здесь вообще можно не переживать по поводу обуви. Все, будет смотреться суперски. А теперь две позиции, которые абсолютно не свойственны моему гардеробу. Это костюм. Сейчас я вам покажу один. Следующая вещь будет тоже костюм. Этот выполнен черный в такую белую полоску и брюки. Здесь мне нравится то, что, видите, как раз одинаковые направления полосочек вот таких вот маленьких на брюках и на пиджаке одинаковое. Но вот ширина отличается. Это бомбически смотрится. Я буду-ка носить костюм не в стандартном виде, только с кроссовками, либо кедами конверс, красными. И с красными губами. Сейчас это мой фетиш. Костюм этот я купила за такие копейки, что я даже не помню за сколько. Там у меня была громадная сумка, и в ней там что-то было вещей на 100 гривен. И вот этот костюм был в том числе. Брюки. Я отдельно хочу заострить внимание на них. Во-первых, они тут расклешенные. У меня есть проблемка маленькая в том, что они на меня длинноваты. Я их буду обрезать, но вот здесь смотрите, какой низ необычный. Видите, он расклешенный, и вот как пуговичками наложение, и плюс пуговицы идут. Но я думаю, что мне в швейной мастерской подскажут, как сделать так, чтобы сохранить эту декорацию и в то же время убрать длину. Не знаю, вот как лучше сделать, кулотами их, или все-таки по щиколотку. Но я буду мерять, буду с мастером решать, какую лучше оставить. Он настолько красиво продуман, каждая пуговичка, каждая деталька, это вообще, это... Я не знаю, меня настолько потянуло сейчас на такие вот вещи элегантные в сочетании с грубым какой-то обувью, с кроссовками. Просто у меня еще кроссовки, которые я вам покажу, вы поймете, почему я хочу носить их вместе с вот этой вот благородной вещью. Наконец-то у меня есть такая благородная вещь в гардеробе. И, как я обещала, следующий тоже у нас костюм. Это итальянский, я сейчас скажу, фильма Style. Я ее не особо знаю, эту фирму. Он куплен за 100 гривен. Он абсолютно новый, куплен в Хумане, когда был... Не 100, 56 плюс 56 гривен в Хумане мы его брали. Мне его мама прислала на фотографии, она знала, что я хочу себе такой костюм. Я в тот момент не находилась в магазине. Ну, как-то я была в таком эмоциональном состоянии, немножко подавлена. Мне не думалось о вещах никак, не хотела я ничего покупать. И так как-то, ну, симпатичный, да, буду носить, не буду, в общем, вся в своих мыслях витая. Я открываю Инстаграм и вижу девушку в таком костюме. Я понимаю, как красиво это смотрится. Я тут же звоню маме, но она уже уехала. Говорю, мне он нужен обязательно, этот костюм, потому что я придумала. Я увидела в этой девушке, как она его обыграла. Я вспомнила, какие у меня есть вещи, как я могу его обыграть. В общем, мы на следующий день приехали, его забрали. И я тоже несказанно рада. Здесь аналогично предыдущему костюму нужно будет убирать длину, потому что не моя длина. И я тоже носить его буду с кроссовками и с майками в бельевом стиле. Ну, а это очередная джинсовка, очередная, объемная. Вот здесь такие вот сердечки очень красивые на карманчиках. И сзади вот такое вот большое сердце на спинке. Украшено камушками. Мне нравится катон, фирма в какой-то factory. Не знаю, что за factory. Я ее увидела в магазине. Знаете, когда на вес товар, только у нас он на две недели длится. То есть первая неделя это максимальные цены, каждый уменьшающиеся по прогрессии. Вторая неделя то же самое уменьшение, но еще минимальные цены. И вот я ходила, все приценивалась. Когда была первая цена, она как-то дороговато, эта куртка выходила. Ну, я не стала ее брать. Окончательная цена ее была 60 гривен. Я ее за такую взяла стоимость. И я очень довольна. Ну, блин, она такая классная. Я фанат джинсовых курток. Вы уже знаете, у меня есть видео, моя коллекция джинсовых курток. Поверьте, она настолько пополнена, что надо новое снимать уже. Еще одна вещь, тоже такая вот несвойственная мне, это брюки. Во-первых, этот цвет такой пастельно-розовый, но потрясающе красивый и потрясающе актуальный. Второе, это, во-первых, брюки, которые тут прямые. Носить я их буду опять-таки с кроссовками. Я сейчас просто не влажу с кроссовок. Мне нравится, что здесь, видите, как такая гусиная лапка, это правильно называется. Вот такая вот елочка, наверное. И эта елочка еще украшена в мелкую точечку разноцветными такими вот вкраплениями. Во-первых, они теплые, что меня очень радует, потому что я не могу, когда на улице мне холодно. Я постоянно утепляюсь, пододеваю что-то. Во-вторых, они нежные. И, в-третьих, я сейчас продумаю, какую мне лезть с ними курточку, либо кофточку, чтобы уже можно было носить сейчас. Очень красивые, мне очень-очень они нравятся. Заключительная вещь моего показа сегодняшнего будет вот такая вот толстовка с единорогом. Я ее уже показывала. Я в ней снималась в видео, рассказывала о ней. Она очень красивая, очень нежная. И вот сама ткань выполнена, знаете, как будто бы она закошлачная. Но это такая вот сама модель, это не вещь. Вещь в идеальном состоянии, потому что, судя по манжетам, вот видите, тут ни одного ни потертости, ни затертости. Мне нравится цветовая гамма, которая здесь представлена. И мне в этом секрете настолько комфортно, что я ее могу носить не снимая. Сзади на спинке еще надпись идет такая вот миловидная. В общем, я считаю, что это отличная покупка. Это мне мама привезла с Харькова. И сегодня буду разыгрывать три вещи. Вот такое вот платье в горошек. Мне нравится здесь цвет. И я про это платье недавно рассказывала. Оно, видите, такое кофейное и небольшие нахлестки вот здесь на груди. Фирма Априкт, размер М. Замеры все в инфобоксе. Следующая вещь, которую я буду разыгрывать, это вот такая вот юбка Калиоп в маках. Она здесь очень красивая. Кстати, вот эта вот расцветка очень-очень популярна. Юбка новая, купленная в магазине Калиоп. Вот у меня даже, видите, такая штука сохранилась. Я ее не носила. Просто как-то, не знаю, не успеваю я все поносить с того, что я покупаю. И следующая вещь для розыгрыша, это вот такая вот майка Блуза. Крест-накрест застегивается вот здесь на груди. На спинке резинка. Здесь вот такие вот шлейки для того, чтобы вешать ее на тренпель. И сзади она раскрывается, оголяя спинку. Это очень изящно смотрится. Для того, чтобы получить эти вещи, смотрите, Украина. Просто написать в комментариях, какую вещь вы хотите, быть подписанным на мой канал. И все. Через 10 дней с момента выхода этого видео я провожу конкурс и связываюсь с вами. Если с Россией, для меня доставка дороговато. Если вы хотите участвовать в конкурсе, тогда мы можем устроить такой конкурс, тогда доставка за вас счет будет. Если вам подходит, то давайте такой вариант рассмотрим. Вот. На этом мой показ, видео, обзор покупок секонд-хенда кончен. Надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментариях, какая вещь вам приглянулась, какая вам не приглянулась. Мне интересно знать, насколько у нас совпадают вкусовые предпочтения. Не забывайте подписываться. Подписывайтесь ко мне в инстаграм. Я там чаще бываю и всегда стараюсь отвечать на все сообщения в директе. Целую, люблю. Пока-пока, ребят.